Всем привет! Сегодня мы продолжаем наши курсы холодильщиков и сегодняшний выпуск будет посвящен такой теме можно ли перевести холодильник с электронным управлением на механическое управление и сегодня я вам расскажу как это сделать при минимальных каких-то затратах Смотрите, очень часто нам люди пишут, обращаются с такой проблемой, задают вопросы вообще Как быть в случае, когда перестает работать электронное управление или как его отремонтировать Эти все вопросы мы решаем очень просто Мы просто берем и переделываем ее на механику Почему мы это делаем? Смотрите, очень часто попадаются холодильники с электронным управлением Поколение такого уже, ему около 10 лет Чинить вот именно вот это электронное управление очень дорого вот эти все платы стоят И поэтому мы меняем его на механику Смотрите, получается вот такой холодильник Он будет стоить на выходе примерно там около 3000 гривен у нас в стране И получается, что вот эта плата управления, она примерно тоже там получается примерно в такие же деньги И делать ее вообще не представляет никакого смысла Потому что скорее всего, что это вы просто как бы потратите время и деньги А если вы придете к человеку и то же самое ему скажете, что это будет стоить ремонт примерно таких денег Скорее всего, что этот человек откажется И вы просто как бы потратите свое время там, возьмете какую-то сумму за диагностику В принципе, оно вам тоже не надо И это же самая как бы проблема, если вы сами делаете холодильник и их продаете То в принципе, вопрос остается тоже открытым Потратить такую сумму, все это дело сделать, найти причину и продать его тоже там за какие-то копейки То есть я думаю, что это вообще никому не нужно Как мы выходим с этой ситуацией? Я вам сейчас покажу, что нам нужно для начала В холодильниках такого класса, вот видите, стоит лампочка Но нигде нету кнопки То есть здесь стоит где-то магнит И он контролирует вот эту всю систему Вот Что нам для этого нужно? То есть мы будем кардинально тут все переделывать У нас есть вот такой вот механический блок управления Что он из себя представляет? Тут стоит кнопка включения-выключения света в холодильнике Она регулируется при помощи открывания дверей Стоит здесь лампочка С плафоном И здесь находится термореле К-59 Вот Мы его будем устанавливать Где-то вот здесь, в каком-то месте Чтобы она не мешала ни полочкам, ничему Будем выставлять здесь зазор Чтобы оно все нормально открывалось и закрывалось Вот То есть для этого вам нужно вот такой вот блок управления Его можно, в принципе, где-то снять с какого-то бу-ушного холодильника Я думаю, что это не вопрос Люди, которые занимаются Если вы надумаете им заниматься У вас их будет, наверное, очень много И как бы с этим проблем не будет В принципе, можно даже новые купить Но я бы как бы рекомендовал тем людям, которые только начинают все это свое дело Всегда можно покупать какие-то холодильники или брать бесплатно за копейки Которые просто можно разбирать на запчасти Мы иногда просто приезжаем за холодильником Взяли его, то есть сняли компрессор Там достали полки, достали испарители Все, что нам надо А вот эту всю шкарлупу мы оставляем на мусорнике Все, и мы как бы даже его не забираем Но вот такие вещи, например, если вы будете отдельно покупать Она будет стоить там, я думаю, как бы тоже денег В принципе, если вы холодильник возьмете полностью в сборе Разберете, вот так будет гораздо выгоднее То есть, если у вас станет вопрос Покупать целые или покупать запчастями Лучше берите какие-то старые холодильники Разбирайте их, и это всегда вам пригодится на запчасти Потом мы будем ставить сюда, скорее всего, наружный испаритель Мы ничего не будем потрошить, там ничего не будем доставать Просто его вот сюда поставим Вот этот испаритель Это, получается, одна из полок морозильной камеры У нас тоже мы где-то взяли холодильник Я не помню тоже, даром, наверное, где-то С этим проблем нет Вот, получается шикарный испаритель Вот мы его вот так вот Вот этой стороной Все, устанавливаем сюда Он, в принципе, по ширине подходит Выберите такое положение, чтобы он не мешал полки сюда устанавливать Все, то есть мы ставим сюда блок управления Ставим испаритель И вот этот К-59 мы выводим его и устанавливаем на испаритель Где-то здесь вот с этой стороны Где-то мы его закрепим Все, и вот так он у нас будет работать Затем нам понадобится сам вот этот реле К-59 При выборе этого реле Будьте очень внимательны Где вы его будете покупать Обязательно обратите внимание Потому что мы как-то один раз Сгоряча взяли партию Там около десяти штук Вот То, что было там под рукой Первый магазин Мы заехали, он возле нас тут находится И взяли их И очень долго как бы с ними намучились Чем они отличаются Смотрите Здесь вот показания Температура отключения Вот, минус пятнадцать А вот есть еще варианты вот такие Когда он отключается при минус десяти То есть я бы вам рекомендовал вот эти Которые выключаются при минус десяти Потому что мы вот эти Которые при минус пятнадцати отключаются Мы их пробовали регулировать В принципе никакого эффекта мы не добились Этот процесс всегда затягивается как-то на дольше Чтобы вот этот момент выключения То есть нам не понравилось То есть старайтесь выбирать вот эти Термореле вот эти Которые Здесь стоят значение При минус десяти отключается Потом Следующий этап Что нам нужно сделать Для того чтобы перевести его На механическое управление Здесь еще стоит клапан Который на две капиллярки Тут получается идет две капиллярки Одна капиллярка идет на вот этот испаритель Вторая идет на морозилку И стоит клапан То есть мы это все дело обрезаем Мы ставим одну капиллярку Мы ее подводим к нашему морозилке От морозилки мы будем делать Здесь вот Отверстие где-то Или внутри холодильника Или с той стороны Посмотрим так Чтобы удобнее было И будем вести вот эту вот Трубу с морозилки Выводим в холодильной камере Ставим его к испарителю Подключаем все И выводим обратку С той стороны С задней стороны холодильника Все И подводим ее к компрессору Вот таким образом Мы в принципе Получается Переделаем весь вот этот холодильник На механическое управление Вот эти все Получаются кнопки Они будут не работать То есть у нас останется Просто вот этот Один блок управления И все И получается Это гораздо упростит И вам работу Этот холодильник Будет работать В принципе стабильней Как автомат Калашникова Что не будет в нем Никаких проблем Не будет Каких-то глюков Не будет каких-то сбоев То есть Этот ремонт Может просто потом Максимум Это поменять Вот это вот Реле А так больше там Нечему и ломаться будет Ну все Вот такое вот Было сегодня видео В принципе я вам показал Как это все Можно поменять Какие нужны Инструменты Для этого Какие нужны Материалы Для этого Все В следующем видео Я думаю покажу вам Как это все Реально воплотить жизнь Мы будем его делать И онлайн Все как бы Будем записывать И все вы увидите наглядно Все Подписывайтесь на наш канал Смотрите продолжение этого видео Все Всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok